Я даю тебе микрофон. Меня зовут Петраченко Павел. Я работаю в OnPositive уже, наверное, лет 8. Ну, собственно говоря, один из двух основателей этой компании. Мы в основном занимаемся инструментами для разработчиков, то есть это компиляторы, порсера, IDE. Но последние, условно, года полтора-два я начал как хобби заниматься NLP. Ну, имеется в виду в смысле обработка текстов для естественного языка. Ну, и постепенно начинает помаленьку получаться что-то из этого пихать нашим заказчикам. Вот это как раз один из примеров того, что мы пытаемся... Ну, то есть, у меня на этот метап как бы три основные цели. Одна — это рассказать. Вторая — это получить интересных вопросов. И третья — может быть, получить интересных идей для развития. На мой вкус... Я заканчиваю сейчас предисловие. Это такая... Ну, то есть, большая часть классического NLP в последнее время — это ворд-вектора, там классификация, сентименты. Ну, по крайней мере, я не особо разбираюсь. Это немножко не классическая вещь, которая, ну, там, обычно лет пять назад умершая, считается. Захотелось её немножко преследовать, ну, и вот сейчас пытаюсь показать, что из этого вышло. Давайте я вам сначала покажу оригинальную задачку, которую мы решали где-то полгода назад. Задачка была такая. Вот есть у нас описание опишек, то есть, это некоторые спецификации на формальном языке. Хочется уметь давать им умный комплишн. Ну, то есть, в данной ситуации вот тут есть два слайда. На первом тут показывается, что у тебя есть описание REST-ового метода, и она по URL тебе предлагает хороший пропасад для того, что этот метод может возвращать. На второй там делается, там комплишн идёт, что она угадывает по названию свойства его тип, где с хорошими шансами предлагает правильное значение. Это вот такой был у нас первый эксперимент в этой области. Ну, то есть, по сути, мы пытались сделать семантический комплишн для IDE-шек. Там есть другого сорта применения, которое мы тоже хотели покрыть в то же самое время. Оно было такое, что вот, допустим, у нас есть point-to-point integration. Это у тебя есть одна структура данных, и нужно отмапить её поля на другую структуру данных. Ну, то есть, по сути, задачка абсолютно эквивалентна этому комплишн. Это вот те задачки, из которых всё это пошло в оригинале. Ну, и вот мы поигрались с этими задачками и сделали несколько наблюдений. Первое наше наблюдение было то, что вард-вектора, конечно, работают, но не то чтобы прямо уж так блестяще на наших задачках, которые… Ну, и это как бы понятно почему. Потому что вард-вектора подсчитаны на общепотребительных текстах. А у нас задачки, они, ну, как бы, они все про моделинг. И термины немножко смещаются по смыслу, и, в принципе, ну, доменное значение другое, может быть, само по себе. Причём? А при этом свои вард-вектора, ну, строить как-то не очень удобно, потому что, ну, датасет маленький, они получатся некачественные. Да и даже, как бы, если их построить, то всё равно, ну, например, вот, там, не знаю, на задачках про completion, вот этих вот штук, важная вещь, ну, по крайней мере, для юзеровского восприятия респонза – это гипонимия. А вард-вектора её ловят очень так себе. Ну, это… Вот. Это вот была, как бы, первая проблема, с которой мы встретились. Второе – мы заметили, что после того, как ты берёшь большой гитхабовский датасет и учишься на нём, ты результаты можешь перенести на наш маленький язычок Rammel с маленькими датасетами, в принципе, с неплохим качеством. И третье наблюдение, которое мы заметили, что если мы возьмём таксономию какую-нибудь и будем, в том числе, давать наши нейронки на вход и матчи под таксономией, то качество увеличивается. Так, господа, я говорю всё с нормальным темпом и всё ли нормально слышно? Окей, отлично. Вот. Возле этого возникло, как бы, несколько вопросов. Захотелось… То есть, первая мысль – окей, мы видим, что таксономия помогает. Может быть, мы возьмём какую-нибудь большую реальную таксономию, засунем её и наступит на нас счастье. Ну, и как бы, следующая идейка, опять же, но я в основном занимаюсь решетчем, поэтому… моя чуть ли не основная профессиональная обязанность – это, там, производить какие-то, в основном, хреновые. Ну, в смысле, 9 из 10 идей откидываются бизнесом, а если одна из 10 пошла на какое-то подобие продакшен, уже неплохо считается. Вот. Соответственно, следующая мысль была, что мы можем такое сумасшедшее сделать с этими таксономиями, чтобы это было полезно в задачках нашего клиента. Ну, и захотелось попытаться решать такую задачку. Вот есть вот задачка моделирования опишек. Давайте попробуем это моделирование упростить, чтобы человеку не пришлось писать опишку целиком, а он накидал там entity и терминов к ним, и у него опишка сгенерировалась сама. Можем ли мы это сделать или хотя бы приблизиться к этому? Какое качество мы получим? Ну, вот этот вопрос захотелось поисследовать. Соответственно, ну, мы посмотрели на то, что есть в этом мире. Нашли там сразу, ну, известно всем, Freebase, DBpedia, OpenSeek, Wikidata. Ну, это, грубо говоря, люди много-много лет, в принципе, работали и собирали разные вероятностные и не очень таксономии. Посмотрели и, в общем-то, не обрадовались. Почему? Потому что, ну, во-первых, нам хочется иметь, в идеале нам хочется иметь как бы не нолик или единичку, а какую-нибудь циферку, которая отражает семантическую близость на вход. А большая часть из них просто говорят, они не знают, что вот у тебя вот есть Person, и у него есть там тысяча свойств, и ты не знаешь, насколько каждое свойство релевантно именно конкретно для Person. А эта информация, она как бы очень полезна в наших задачах. И там ни во Freebase, ни там… Ну, то есть, единственная база, в которой это сделано, это вот ProBase от Microsoft. И она в этом плане хороша. То есть, в том плане, что там действительно вероятностная таксономия, математическая, подсчитанная. Но оно упирается во вторую вещь. Опять же, это общеупотребительные тексты, и значение терминов достаточно сильно смещается. Вот. Короче, мы подумали и решили, что вот в идеале нам бы хотелось иметь, штуку, которую… Ну, это совершенно не точное название. Ааа! Вот я ушел в Fullscreen, и, похоже, я это сделал зря. Сейчас, погодите. А, она отправилась. Да, у меня Wi-Fi отвалился. Сейчас я… Ну, ладно, я уже не хочу в Fullscreen. Просто верните меня назад. Ну, все же было хорошо. Что? Нужно было достать из кармана. Я боюсь уже нет. Мне как бы еще демку потом подключать. Так… Да. Оно же вроде подключилось. Оно вот пароль не замачивался. Поэтому мы решили, что если телефон работает, то это хорошо. Ааа… Телефон от кого? Ну, телефон в моем смысле… В смысле… Билайн? Билайн плохо. Давайте… О, все. Заработало. Оно сейчас загрузится. Я больше не буду переключать Fullscreen. Греха подальше. Ну, вот, короче. Ааа… Поэтому нам захотелось как бы посмотреть на антологию. То есть… Но сделать антологию не классическую, которая у тебя просто есть дуги, и у них нет весов. А антологию, но с дугами весов. То есть, когда у тебя вот, например, есть драйвер, как в качестве там rdfs-лейбл, от него есть дуга human-драйвер с вероятностью 0.5, есть дуга с вероятностью software-драйвер, тоже с вероятностью 0.5, допустим. Ну, и, соответственно, грубо говоря, все соединения в этой антологии, они помарканы релевантностью. Ааа… Как бы… Это понятно, что весьма хорошо, когда ты это в той или иной форме, вот, веса этих соединений даешь в сетке, потому что, ну, это больше информации, чем … Да, нет. Это первая. И вторая вещь, такая вещь, допуская специализацию в зависимости от контекста. То есть, например, если у тебя вот есть драйвер, и рядышком поблизости есть девайс, то ты можешь проапдейтить все эти вероятности, и ты уже почти 100% знаешь, что драйвер данной ситуации – software-драйвер. И, соответственно, получить другую картинку. Такую вещь нам захотелось построить. Ну, попробовали мы это сделать в следующем. Мы сказали, окей, давайте мы возьмем большой репозиторий, вот, например, GitHub. В нем есть много исходного кода, это замечательно. Извлекем из него модельки, там есть наследование, там есть ассоциации, все будет хорошо, мы получаем. Ну, оно, конечно, не антология в смысле антологии, но выглядит похоже. Ну, говоря не антология в смысле антологии, я имею в виду, что классический Inference Rules можно, конечно, запускать, но лучше не надо. Ну, попробовали, нифига не получилось просто с GitHub. Почему? Ну, потому что разный спеллинг, синонимы не учитываются, много очень специфичных вещей, которые, там, относятся к имплементации. То есть, несмотря на то, что ты пытаешься вытаскивать бины, все равно в статистику лезет очень много всякого говна. Ну, я тогда вздрогнул и решил, окей, возьму Википедию. Попробуем Википедию без GitHub. Ну, собственно говоря, для Википедии, для наследования, берем гав-категории, там есть нормальные еврестии, которые давным-давно уже описаны людьми, они неплохо работают, и наследование из Википедии действительно неплохо извлекается легко. Вторая часть – ассоциации. Ну, что поделать, взяли там классические словарики по ассоциациям маленькие, попытались натренировать нейронку, пытались натренировать нейронку на синонимах, ну, в смысле, на распарсенном тексте Википедии, берешь, ну, и пытаясь синтаксические ипотермы находить, которые с хорошими шансами тебе дадут либо синоним, либо там конкретное семантическое отношение. Википедии. Честно говоря, у нас не взлетело. Ну, то есть, оно находит, но точность достаточно низкая. Для того, чтобы рисовать диаграммки, ее не хватает. Ну, подумали, подумали, решили. О, отлично. А давайте возьмем и наложим эти два слабых дата-сета друг от друга. Наверное, точность должна повыситься, должно стать все лучше. Ну, взяли, наложили. Да, действительно стало лучше. То есть, не то, чтобы, так, там дальше идет вещь про имплементацию, поэтому я, наверное, немножко покажу кусочки гемки. Ну, соответственно, давайте я вам попоказываю кусочки этой онтологии. Вот, например, зоопарк. А, ну вот, нормально. Вот, как, например, выглядеть зоопарк с точки зрения нашей компьютерной системы. То есть, она говорит, что это организация, что это бюлдинг, парк, веню. Это все взялось, понятное дело, с Википедии. Она знает, что зоопарк находится в честных отношениях с животными. И еще она почему-то считает, что у зоопарка есть два подтипа. Один из которых настоящий – это Петингзу. Ну, это реально контактный зоопарк, на самом-то деле. А второй, который абсолютно ложный – это аквариум. Ну, в принципе, некая близость между зоопарком и аквариумом есть. Какой-нибудь более интересный пример. Ну, вот я не знаю, если тебя спросят, является ли аквариум зоопарком, наверное, большинство людей все-таки ответит, что вряд ли. Ну, как… Ну, там и вероятность маленькая. Ну, тут они как бы везде не очень большие. Как бы… Ну, Петингзу – да, но там как бы экзакт-матч практически. Вот кредит-карт. В смысле, с животными? Животное вошло в него. Животное – да, ассоциации. Вот кредит-карт. То, что система думает про кредитные карты. Ну, в принципе… То есть, она считает, что это такая карточка. Здесь American Express. Почему-то она отдельно завела банк карт, хотя могла и слить. Знает визу, знает еврокарт. В принципе, не так плохо. Но, как бы, видно, что здесь уже все не настолько хорошо. То есть, она, конечно, отношения более-менее правильно выделила. То есть, знает, что есть customer, есть аккаунт. Но уже, например, expiration month, expiration year, с expiration date, ну, а слить не смогла. Хотя в идеале должна была. То, что я постоянно всем показываю, потому что меня дико восхищает – это woman. Что там общее с кошкой? Ну, да. Женщина – это кошки, мужики и дети. Например, какой-нибудь wine. Да, мужчина может лишь превратиться в женщину. Ну, wine – это описание. Сортами награда, картинка, регион, цена. Все замечательно. Покажу сейчас специализацию по контекстам. У нас есть такая диаграммка location. В ней, ну, видно, что location, он может быть географическим location, потому что есть latitude и longitude. Может быть location в смысле location на декартовой сетке. Может быть еще location в смысле колонка и row. Ну, хотя это имеет гораздо меньшую вероятность. Теперь мы скажем, что вот у нас точно есть x. И диаграммка волшебным образом меняется. То есть там появляются всякие разные низкие хвосты, которые по-хорошему отфильтровать. Но видно, что… Теперь мы точно знаем, что вот это location из декартовой сетки. Возможно, нам нужен z. нет. Чуть более интересный вариант – это вот мы берем person. Потому что мы знаем очень много разных видов персона. Так. И говорим, что мы хотим срез персона, который имеет отношение к книгам. И у нас сразу появляются books и favorite book. Если у персона… Мы что-то хотим о персона и книге, то у человека, возможно, есть favorite book. И имело бы смысл ее предложить. Окей. Чуть-чуть про то, как это работает внутри. И потом я, видимо, покажу еще одну демку. Внутри это, на самом деле, целый зоопарк решений. Ну, то есть, на первом этапе мы берем, чистим и отделяем модельки от всего остального. Ну, то есть, вот у нас есть класс, мы хотим понять, если это модельный класс, то мы хотим его взять в статистику. Если это не модельный, мы хотим его вытянуть. Мы хотим убрать и дубликаты. Точно такие же наборы, потому что они нам портят статистику. Потом мы собираем разные имена. Потом у нас нейронка про наследование, которая базируется на простых признаках, которые берем, считаем, по категориям википедии, по вертвекторам слов и по наследованию, которые мы берем из гитхаба тоже. Потом мы смешиваем веса. А что такое нейронка? Какая-то? Ну, обычный full dance. У нас слишком мало тренинг даты, чтобы что-то более сложное. То есть, там, буквально, ручками размечено пара тысяч самплов. Да. Ну, можно, наверное, и ее использовать, да? И деревья. Можно. Ну, в том плане, что практически все в этой задачке можно сделать лучше. Ну, или по-другому, да? Ну, или по-другому, да. Тут, как бы, вопросы основные, которые интересны. Это то, что мы имеем эту демку, оно какое-то качество дает. Вопросы, они дальше идут концептуальные. А как мы это можем применять? Есть ли от этого какая-то польза, например, с точки зрения бизнеса? Что, например, вот сейчас у вас есть метрики, есть разные точки зрения людей. Многие люди говорят, что нам вообще нафиг не надо. Другие люди говорят, о, как прикольно выглядит. Вот такого сорта вещь. То есть, практически все здесь можно было сделать лучше. То есть, да, это можно было сделать граниентным бустингом, можно было, там, я не знаю, действительно рендом, ну, что угодно можно было. То есть, какое-то качество было бы. Чтобы сделать хорошее качество, нужно больше датасет, больше думать. Интересная немножечко вещь, которая действительно сильно помогла, то есть, это то, что мы завели понятие, как то, что термин может идти в эмбидинг. Сейчас я это покажу на каком-нибудь зоопарке. Вот у нас есть изначальная диаграммка. Книгу из контекста уберу. И, соответственно, что такое термин может уйти в эмбидинг. Вот я говорю, теперь шоу-диаграмм. Ох, она будет думать. И сразу у самого зоу появилась кантри, появился локейшн, появились разные дополнительные пая, которые при нормальном цикле мы понимаем, что это на самом деле свойства адреса, которые манифестируются в зоу. Другая вещь – это субпропертисы. Как только я их выключаю, у зоопарка появляются львы, пингвины и тигры. Ну, которые, опять же, тоже в нормальном контексте собираются в animals. Так, и последняя вещь – у нас есть еще, опять же, еще один алгоритмик, который… Вот, смотрите, вот вино. У него есть цена. На самом деле, в row statistic для вины, для вина цены вообще нет. Поэтому, если мы уберем active smoothing, то цена у нас исчезнет. Потому что, на самом деле, цена в вине появляется не из-за того, что у самого вина в текстах есть цена, а из-за того, что когда мы знаем, что вино – это дринк, а у дринка есть субтайпы, и оттуда мы уже статистически можем собрать, что, наверное, у вина тоже должна быть цена с какими-то шансами. Ну, соответственно, плюс тут еще немножко кластеризации по свойствам, которые часто применяются вместе. И вот такая вот семейка алгоритмов. Вместе они как-то живут. Что мы с этим пытаемся делать? Мы с этим пытались сделать вот такую сорта демку. Типа, я человек, я хочу сделать ap. напишку. Наверное, начну, кстати, с того, что… А, ну ладно, ладно, сделаю с нуля. Ну, допустим, я хочу сделать ap про пиво. Я ввожу слово «пиво». Она мне сразу предложила, что вот, чувак, тебе брювери. О, блин, control-минус надо сделать. Она мне говорит, о, наверное, ты хочешь завести брювери в качестве модели. Предлагает мне отэкстендить пиво от дринка сразу же. Но я экстендить не хочу, а вот брювери я хочу добавить. У меня появилась добавилась брювери. У него есть пиво, которое оно может продавать. Там есть кантри. Но мне это не нравится, поэтому я говорю, давай мне… Я хочу ввести кастомные свойства. Она мне предлагает адрес, на что я радостно соглашаюсь. Так, сейчас она протупит. Она не хочет мне предлагать адрес в качестве. Типа почему-то. Почему-то считает, что она на ситуации. Но мне не повезло. Я как идиот завожу модель. Ну, окей. Я не хочу ничего добавлять. У меня завожу адрес. Так, соответственно, она сразу решила, что теперь у брювери адрес будет адресом. Меня это радует. Что я могу еще хотеть у брювери? Наверное, я хочу, чтобы у пива были комментарии. Он предложил мне комменты. Я соглашаюсь добавить комменты. Вот у меня появились комменты. Она мне предлагает завести юзера. Я, в принципе, согласен на все. Ну, юзер большой и тяжелый. Она его долго считает. Ну, да, я зря его завел. Окей, завел союзер. Бота я не хочу, поэтому я его убираю. Он мне кажется неважным. А вот роллесы мне нравятся. И адвин мне, пожалуй, тоже нравится. Отлично. Теперь что у нас получается? Здесь юзер. Юзеру я, наверное, тоже заведу комменты. Ну, и пиволарню. До кучи тоже можно будет комментировать. Ну, все. Вроде мне что-то более-менее нравится. Поэтому я кликаю Next. И вот она мне предлагает вот такое деревце опишки. Есть Breweries. У Breweries есть конкретное пиво Аня по айдишникам. У нее есть пиво. У пиво есть комменты. Есть пользователи, есть у них комменты. Так, пиво я, наверное, тоже хочу на top level продвинуть. Здесь у меня появился top level ресурс пропива. Так, спрашивает меня, про чем можно искать. Я кликаю и финиш. И это счастье генерирует мне API пропива. Ну, понятное дело, что это только драфт, с которым ты можешь дальше начинать работать. Ну, это некий язык спецификации опишек под названием Rumble. Ну, опять же, как так, с моей точки зрения, если мне нужно за 5 минут что-то накидать, я этим накидаю гораздо быстрее, чем если я буду писать ручкой. Ну, потому что она мне какие-то, какие-то дескрипшены для property загенерировала, пусть не очень хорошие. Создала мне дерево ресурсов и так далее. Это, по сути, вероятностные графические модели на сущностях. Правильно? Понятно. Угу. А у вас вывод до скольки тянет. Ну, в смысле, вот вы 10-15 сущностей добавите в иерархию. У вас все равно считается. Просто там вероятностные графические модели, они довольно замутыками считаются. Тяжело. У вас она притормаживает по 4, я вот думаю, если там будет 7 по 7 классическая… Ну, я начну резать. Я начну резать. Я начну резать. Это вот, собственно, в идее просили. То есть, сети доверия суклили. Угу. Ну, да-да-да. Ну, как бы, тут как бы основные проблемы, которые у меня сейчас есть, они не технического характера. Они скорее на тему того, а где мы это можем применить, как нам это пропихнуть в продакшен, и что из этого еще интересного можно извлечь. То есть, вот, как бы, я сейчас чуть-чуть расскажу про возможные применения, которые немножко альтернативные. Вот есть у нас задачка, называется автомэппинг в организации нашей. Задачка, она заключается в том, что у нас вот есть одно описание структуры и другое описание структуры данных. Мы хотим сделать, отмапировать поля одной структуры на поля другой структуры. Причем клиенты бывают странные, поэтому иногда их структуры имеют по 700 полей. И мапировать одну структурку в 700 полей на другую структурку в 700 полей ручками не очень удобно. Соответственно, у наших заказчиков возникло желание сделать нейронку, которая будет это мапирование делать автоматически. Нейронка оказывается достаточно дорогая с точки зрения перфоманса, если пытаться учитывать семантик similarity. То есть, если делать по морфологии, там предел того, что можно достигнуть, примерно 91,4. Если ты подключаешь ворд-вектора, получается 92 с копейкой процента точности. Но при этом она начинает работать раз так в 10-15 медленнее. Сейчас я… у меня тут есть статистика. Вот 23 секунды на самый большой файл из 400 мэппингов тратит. А оригинальная сетка без ворд-векторов где-нибудь за 2 секунды справляется. Ну, а самая быстрая сетка, которая упрощенная, за одну секунду, но она качество теряет. Соответственно, применение для вот этих штук. После того, как ты обработал GitHub, у тебя есть корреляция по свойствам. Ты, мол, всувать не ворд-вектора, а, мол, всывать числовую корреляцию имен свойств в последнем сегменте. Работает чуть-чуть хуже, но зато очень быстро. Почему чуть-чуть хуже, непонятно. Честно говоря, я верил, что оно должно работать лучше, чем ворд-векторах на такой задачке. Но вот эта задачка, она вообще не про семантику в оригинале. Это как бы первое применение. Второе применение, которое, ну, мне вряд ли удастся когда-нибудь самому потрогать ручками. Ну, отлично. У нас есть вот такие вот замечательные свойства всяких разных вещей. Там, например, я не знаю, мы что-то даже знаем про HDD, наверное, если нам повезет. Ничего не знаем. Ладно, раньше знала. Ну, хорошо. Про кар наверняка мы знаем. Наверное, много всего. Ну, вот да, мы знаем много про кар. Мы знаем разные подтипы машин. Мы знаем, какие свойства у них есть в кар. Было бы прикольно это как-нибудь запихать какие-нибудь чат-боты. Потому что, ну, там, она, например, может догадываться, какие свойства могут быть. Ты говоришь. Вот я, не знаю, я вчера купил машину. Она тебе. А какой у нее мануфактуре? Ну, замечательно же. Или, там, я завел женщину. А сколько у нее кошек? Есть ли у нее дети? Вот такого сорта возможные применения, но это уже совершенно не в нашей организации. Ну, то есть, грубо говоря, есть вера в то, что такого сорта вероятностные картинки, ну, понятное дело, что это надо делать на большем масштабе и с лучшим качеством. Тут мы поленились. Могут найти много разных применений и кажется, что незаслуженно забыта эта область. Потому что в последние, там, года четыре все семантику мапают только вордвекторами. Ну, а пробелов у них достаточно много, потому что, ну, я не знаю, ты никогда, например, не получишь по вордвекторам, что, ну, как, ты не очень с хорошими шансами, например, поймешь, что какой-нибудь там… Не, ну, это ты все, конечно, поймешь. Это повезло. Ну, ладно, если есть какой-нибудь малоупотребимый термин, то наследования не будет по вордвекторам матчацев нормально. Ну, вот я не знаю. Вот у меня вот тут есть чимароу. Я нафиг не знаю, что это такое. И я уверен, что вордвектора для этого термина весьма хреновый. Но я практически сто процентов знаю, что это и правда дринк. Ну, и те же самые. Какие у предметов могут быть свойства? Тоже непонятно, да? Блин, я же выключил вообще все фичи у себя. Я зря это сделал. А почему именно такой список? Там про машину тоже было интересно, что там она в качестве модели выбрала какую-то югу, которая, наверное, известна совсем немногим. Откуда эта информация берется? Ну, она же сделала какой-то выбор, да. Здесь можно, если мы посмотрим на какую-то эту самую, как у нас называется, порталку. Там, конечно, модели, можно их даже все, наверное, перечислить. Да, да, или кто там. А здесь у нас получилось вот… Да, причем странные есть как РБ3, РБ4 и так далее. Да, ну, якобы Юга позабавила больше всего. Это маленькая югославская… А, да, я все его знаю. … модель. Ну, смотрите, она же как… Она как скурит эти вещи? То есть у нее, во-первых, есть как бы векопедийные документы, векопедийные категории. Потом у нее есть то, что из этого я видела в GitHub. А что это такое? Что? Что она видела в GitHub? Ну, например, с хорошими шансами в GitHub действительно есть класс, который называется, например, «Электрик кар» точно есть. Ага. Вот видите, как хорошо заскоро. Это наверняка просто она знает, что вот видно, что вот есть в Википедии кар, «Электрик кар» и он принадлежит категории машины. Есть вот класс «Электрик кар» и он тоже наследуется от машины. О, замечательная решила сеточка и поставила высокий скорик. То есть вещи, которые есть, например, только в Википедии и нету в GitHub, они сюда… Ну, если я правильно помню, они вообще сюда не попадут. То есть она пока… Ну, напрашивается применение третьей построения черновика иерархии классов по текстовому описанию в заменной области. Вот. То есть как бы аналитик написал, раз – диаграмма классов генерирует, в свое время это было популярно. А у меня вопрос по сопоставлению двух структур данных. То есть вы чисто по именам атрибутов сопоставляете, нормально работаете? Потому что мы решали эту задачу, мы смотрели распределение значений в атрибутах. То есть мы, грубо говоря, брали вот для каждого атрибута. То есть мы шоклист составляем там по типам и так далее. И дальше смотрели, какое распределение значений в этом атрибуте, с этим лучше матчиться, да? То есть мы фактически сравнивали распределение. У нас нету распределения значений. У нас, в принципе, таких данных нет, у нас есть только две структуры и все. Просто у нас занимало дни, а не секунды. Не-не-не, ну как бы мы в интерактивном, то есть пользователь в визуальном редакторе, матчей, две структурки. Ему нужно, чтобы ему предложения сразу же высветились. Поэтому, собственно, ограничения на перформансы есть. И на сложность вещей, которые можно на этом запускать. По поводу классовых диаграммок, оно все как бы звучит прикольно, но пока что… Вот у меня даже есть метрика вот здесь, сколько там… Я пытался оценить, сколько тайпинга эта штука убирает. Сейчас я… Ну, мы посчитали примерно… Взяли такую метрику. Понятно, что в данной задачке можно любую почти взять метрику и подогнать, как тебе удобно. Но она бы показалась более-менее реалистичной. Что вот… Предположим, что кликнуть мышкой среди первых пятнадцати стоит столько же, сколько набрать два чарса. Это, ну, сомнительно, но… Тогда получается, что эта штука элиминейтит 82% тайпинга. Это количество терминов, которые мы набрали, для которых мы знаем какую-то вменяемую статистику из Википедии плюс Гитхаба. А, то есть пересечения. Да, это, по сути, пересечение. То есть, и как бы вот эти 82% с одной стороны непонятно, имеет ли смысл сравнивать два чарса с одним кликом. Это очень странная метрика. Может быть, а почему не три чарса, почему не четыре? А с другой стороны, ну, как бы, мы зато и тип одновременно угадываем. Всегда. Практически. С очень хорошей точностью. Википедию брали всю, а в гитхаб мы взяли джава, 10 гигабайт джавных сердцов. Прямо сердце? Да, прям сердце, конечно. Запустили парсер там. Вот из него получили порядка 1,8 миллиона классов. А вообще сказали, какая предметная область вырисовалась? То есть, когда вот, ну, по терминам, по которым получилось пересечение, 27,000, какие предметные области было поприть? Понятное дело, что это там про миноделие, про пиво, поприть там местами, про машину. Вот про HDD, например, уже ничего не получилось. А, ну, на самом деле, это ее глючит. Значит, если, в том плане, что, вот сейчас я все включил, наверное, она что-нибудь покажет уже про HDD. То есть, ничего не показывать ей вообще сложно. У нее есть на самом плохой случае нейронка, которая просто по вард-вектору пытается подсказать. Что-то она все-таки ничего не показывает. Но в нормальной ситуации она про HDD показывала раньше. Вполне себе приличные вещи. Ну, что-то да, жопа, извиняюсь. Про HDD или HardD? Ну, про HardD? Ну, наверное, знает. А есть какой-то фактический вопрос? Ну, всякую фигню, кстати. Я, кстати, предложила. Вход в Java, то, что вы прибавили в GitHub и описание термина по понятию из Википедии. Как мы матчим? То есть, мимо названия классов? Ну, смотрите, у нас есть название классов. У нас есть, ну, вот смотрите, есть свойства, которые в статистике получились из GitHub. Дальше. У нас есть существительное, соответствующее название классов. Или какое-то. Есть текст из Википедии. Есть, соответственно, разбор по окошечку этого существительного с тем, что он строится, что ему встречалось рядом. А дальше складываем это с весами. То есть, опять же, можно сделать умнее, гораздо умнее, но нужен датасет. Комментарии тоже выбирают? Нет, мы смотрели только модельку. Про предметную область тут можно сказать, как повезет. То есть, некоторые вещи она покрывает прям хорошо, но в некоторых вещах начинает уходить в то, что соответствует, например, в белдинг. Эта штука вполне себе искренне считает, что вот у белдинга бывают реакторы, и это, в принципе, важно. То есть, видно, что вот… Ну да. Но при этом, как бы, ну вот видно, что вот флорс и румс – это вот важно. Там какой-нибудь там хотел, бизнес-термины в среднем не так плохо получаются. Ну вот хотел отлично выходит. Макс прайс, микс прайс, комнате, фасилити, букинг там. Все, все замечательно. Там в среднем ощущение, что чем чаще свойства встречается, тем меньше всякого говна. А как вы понимаете качество того, что вы видите диаграммами, адекватность диаграммами? Адекватность диаграммами? Никак. Ну, в том плане, а как? Построили, порадовались. Показываем людям. Как-то вы проверяли на эти данных, которые, по-моему, были снаблены… Ну, тут… Смотри, единственное, что мне пришло в голову из метрик – это вот то самое метринг, на то, сколько мы сэкономим тайпинга. Если будем выбирать и строить… Ну, вот есть вот этот вот… Конфигурия API. И вот если мы будем строить модельки вот таким образом. Эту метрику, оказалось, ну, что ее можно более-менее посчитать. А для того, чтобы считать метрику про диаграммки, нужен как бы датасет диаграммок. Достаточно большой. Ну, у вас же есть какие-то более ранние проекты, там, где вы личную материю модели данных? Ну, можно попробовать, но, смотрите, если мерить это на гитхабе, то получится не очень хорошо. Ну, то есть вот тайпинговые мерены на гитхабе, на самом деле, но это не очень честное измерение. То есть в реальности должно быть лучше. Почему? Потому что, ну, в джабных моделях все равно очень много implementation detail. И ты их не выкинешь никуда. А мы хотим без implementation detail, потому что… А таких датасетов, которые… Ну, именно мэппинг моделей существующих, так, чтобы это были прям модели, у нас вообще нет. То есть у нас есть датасет про то, как пользователь сделал конкретные мэппинги, но там только вот этот путь матчается на этот путь и общий список путей. А какая модель в оригинале была, какие у нее наследники, какие предки, какие у нее отношения. Такого у нас нет. И даже не только вот у меня, у нас как департмента, ну, в смысле, как клиент организации, а во всей организации такого нет пока. Но было бы забавно померить. Думаю, что метрики были бы не очень хорошими, честно говоря. Угу. А что, у вас есть? Угу. Ну, мы обычно… Мы разрабатываем банковское обо и, естественно, когда мы сделаем какие-то интеграции, мы видим, как бы, две модели, у нас у нас как-то в банке, то они добрают данные в наш модель. Угу. То есть у вас похожие задачки. Ну, как-то там по-другому очень понятно, пожалуйста. Вот. Я подумала, может быть, у вас тоже есть какие-то, ну, например, уже готовы к максимуму с моделями, чтобы вы могли проявить качество для тех, 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 тех. Не, ну, вот смотрите. Мэппинг – мы имеем качество в 92% точности. Ну, это не измерение качества диаграммок. Ну, то есть, вот если у вас… А там качество будет? Очень просто. У нас есть датасет на того, какой путь, какое поле мапается на какое, и он достаточно большой. Там мы можем все просто померить. Но, как бы, там далеко не только эта система работает. И в основном не эта система. Угу. Ну, вопрос еще. Насколько я понял, вот эти диаграммы, они фактически представляют эту семантику, например, то есть, есть объекты, есть связи между ними. Да. Ну, как бы, собственно… Можно оценивать качество диаграммы с точки зрения того, насколько вот связи между объектами и сами объекты адекватно определились. В этой связи мне вспоминается, что соревновали факторы ЕВД-2016 в рамках диалога. Там одна из дорожек, третья дорожка, как раз была на тему fact extraction. То есть, там есть некоторые объекты, там, фирмы, люди, там и так далее. Есть связи между ними, человек, допустим, купил фирму, там, люди договорились, и тому подобные вещи. О том, что этот сайт размечен. Соответственно, может… Ну, это интересно, да, спасибо. Да, да, да. Это интересно, потому что, ну… Ну, просто, собственно говоря, когда вот я эту штуку задумывал, в принципе, в голове, применения, которые у меня были, они скорее как раз к факту… Ну, к вещам а-ля попытаться понимать смысл текста. Ну, по сути, вот у нас есть моделька предметной области, а не поможет ли она нам на таких задачках. То есть, это имеет смысл. Интересно, да. Окей, спасибо. Так. Ну, по сути, я, видимо, все уже рассказал и показал там. То есть, я не очень понимаю, то есть, у меня, видимо, что-то сломалось вещами а-ля HDD. Кстати, а он честительный? Где-то, например, попадается к факту? Нет, не должен был. Я специально вырезал. То есть, тут я, видимо, где-то сломал не так давно, потому что, ну, раньше оно работало нормально. Ну, как сломал. Поменял веса. И три шелды. И не отследил. Вот. Есть некая надежда, что оно станет лучше, если дать сильно больше данных. Вот сейчас вот у меня недавно скачалось 20 миллионов типов вместо двух. Оно должно стать чуть получше. Достаточно ли это для практического применения? Хреново знает. Ну, в общем-то, вроде бы я все рассказал. Еще можно взять существующие вот эти семантики, которые, деревья, все эти RDF ваши, которые бинарные, 1.0, да? Вот. И посмотреть, как они соотносятся с вашими. То есть, использовать их нельзя, но использовать для оценки их можно. То есть, их нельзя использовать для подсказки, но их можно использовать для оценки. Точно так же, как мы считаем, например, двухлосным. Да, да, можно. Ну, и там понятно, что получится. То есть, они там, ну, они все поменьше, по большей части, кроме Freebase. И у них гораздо больше свойств, потому что здесь мы пытаемся отсеять действительно релевантные. Ну, то есть, скорее всего, ну, то есть, да, это надо мерить. Но, скорее всего, будет то, что если свойства вот есть вот здесь в Selected, то оно, скорее всего, действительно есть. Но у многих свойств, которые есть у реальной антологии, просто сюда не окажутся, потому что они считаются, что люди их редко используют. Вы можете точно так же, как статистические методы звуковые сначала были плохие, а теперь они все. Но то же самое антологии сначала составляли руками, а теперь, в смысле, много данных будет, может, и приземлить человека. Очень сомневаюсь. Ну, вот, как бы, тут, как бы, надежно превзойти человека нет, но тут есть два варианта. Во-первых, такую вещь гораздо проще чистить уже, чем с нуля строить антологию. А во-вторых, ну, да, у тебя есть нерелевантные куски, да, она думает, что у билдинга может быть реактор. Но это же не так страшно, как правило. Ну, потому что в реальных текстах ты мало, с маленькими шансами... Человек будет проектировать игру, но вот и не будет. Это правда. Ну, собственно говоря, оттуда он там и возник. А, смысл? Для того, чтобы варидировать, например, антологию. Ну, смотри, качество определения предков... То есть я смотрел иерархию вики-данных, она мне показалась угребищной, честно сказать. Ну, то есть кандидаты на построение антологии, то, что я делал... Я в оригинале взял последнюю статейку от Гугла за 2015, когда они это заревайсили, и воспроизвел иерристики оттуда, потом добавил им скоринг-фактора. Ну, чтобы там... Там они выбирают одного предка всегда. У меня нет задачи выбрать одного предка, у меня нет задачи поставить скоринг. И, как бы, по моим ощущениям, оно работает гораздо лучше, чем... Ну, грубо говоря, у вики-данных стояла, мне кажется, у авторов, стояла задачка получить довольно маленькую и плоскую антологию плюс-минус. Достаточно широкую порядку. Ну, да, да. Мне не очень нужна была эта ширина. Мне нужно было, скорее, наложение на человеческий термин. Ну, и хотелось гораздо приятнее самому сделать, чем взять готовое. У фрибейса оно чуть получше, но мне тоже не нравится, как матчается. То есть, видимо... У меня возникли ощущения, что матчинг вот в оригинальных академических статей на эту тему он лучше. Это где-то у нас в обуссерсии нужно пользоваться или пока у меня? Пока это у меня, и я очень сомневаюсь, что мне разрешат это за обуссерсии. Потому что, блин... Потому что заказчик очень странный. Ну, в том плане, что... Заказчику понравилось тебе? Ну, он, конечно, заплатил, но сказать, что заказчик сказал, о, прикольно, мы умеем генерировать API-шки. Вот это заказчику понравилось. Ну, и все. Остальном заказчику, в общем-то, все равно он понимает, что есть некий хайп, вокруг машин-ленинга нужно пытаться по ту сторону двигаться. Но понимание того, как, в принципе, в наших бизнес-задачах машин-ленинг применять, у нас нет. Ну, я имею в виду у нас, как у моего заказчика.